Ну что, мы дождались. Наконец, Kling AI выпустила новую функцию Video Elements, а также обновила интерфейс. Да смотри это видео до конца, и сможешь сделать такие же нереально крутые видео, да я уверен, даже намного лучше. Всем привет! Канал Миша и Надя, с вами Михаил. Сегодня давайте разберем программу Kling AI. Она, кстати, у нас буквально на днях обновилась, добавились новые функции, а также обновился интерфейс. Здесь видим, стартовая страница полностью переделана. Здесь мы что можем посмотреть? Примеры работ, которые делали другие люди. Давайте посмотрим, кто что делал. Здесь, как мы видим, что данное видео было сделано при помощи вот у нас стартовая картинка загружена, и здесь есть промт. Например, если нам данное видео понравилось, мы нажимаем на три точки справа, нажимаем Download и скачиваем себе на компьютер. Либо же можно на основании данной фотографии нажать Recreate и повторно сделать данное видео. Также в программе Kling видео можно делать при помощи текста, то есть текст to video, либо при помощи загрузки картинки, image to video. Давайте посмотрим, что здесь изменилось. Видим, что у нас раньше все вместе было создание и картинки, просто генерации картинки, и просто отдельно генерации видео и звука. Сейчас все это сделали раздельно. Регистрация осуществляется при помощи Google аккаунта, при помощи аккаунта Apple, либо при помощи почты. Давайте зайдем при помощи почты. Генерация почты. Ссылка снизу. Можете сколько угодно нагенерировать себе почтовых ящиков и заходить. Кстати, каждый месяц, вот в правом верхнем углу, это количество. Сколько монет у вас есть? 166 монет дается по бесплатной регистрации. Давайте зайдем на стартовую страницу, посмотрим сразу, сколько стоит у нас изменить наш тарифный план. Итак, как видим, сумма не изменилась. Также осталось практически 80 долларов в год по подписке, 660 кредитов в месяц нам дается. Если ежемесячно брать, то 7 долларов в месяц. После того, как месяц закончился, в следующий месяц уже будет идти 8,9 долларов. Если вы, например, хотите и в следующий месяц взять за те же 7 долларов, а не переплачивать, то просто достаточно перезайти в свой другой аккаунт, и также у вас будет 7 долларов. Лично я пользуюсь платной подпиской. Я скажу вам почему. Во-первых, бесплатной подпиской очень долгая генерация. Она занимает, ну, где-то часа 3. То есть, если вы много видео делаете, все-таки вам придется оформить подписку. Если хотите пользоваться бесплатной подпиской, мой совет, сделайте себе много либо гугл аккаунтов, либо аккаунтов по почте, и просто на ночь ставьте на загрузку видео. На ночь загрузили, утром проснулись, все ваши видео сгенерировались, и можно с ними работать. Итак, давайте приступим к созданию наших шедевров. Здесь, кстати, немного поменялся выход и смена аккаунта. Чтобы выйти из аккаунта, нажимаем Profile Page, далее Profile Settings, и здесь нажимаем Sign Out. В принципе, разницы нет никакой создавать платные версии, либо бесплатные версии. Вот, как видим, у меня стандартная подписка. А, да, кстати, здесь еще добавились новая вкладка эффекты. Давайте посмотрим, что здесь снова появилось. Вот первые два эффекта было, это вот, как бы, превращается в шарик. Здесь фотографию сминают в пластилин. Вот новая, это вот чашка трансформируется в другую чашку. Далее здесь, ну, как бы, демонстрация предмета. То есть, например, здесь кошку крутят, можно, чтобы любую другую фотографию закрутить, и она будет у вас так на месте крутиться. И вот какой-то новый эффект, эффект старения, что ли. Не знаю, не пробовал, но в конце видео давайте попробуем. Не знаю, что это такое. Приступим к созданию видео, наконец. Открываем во вкладке AI Generation вкладку Video. Раньше все видео я делал при помощи загрузки изображения. Вот выбираем Frames, нажимаем Click to Get Draw. Загружаем сюда фотографию. Вот одно из последних видео. Вот мы загрузили, как бы, статичную картинку, написали prompt. И здесь у нас происходит анимация. Теперь в программе Click добавили новую функцию элементы. То есть, сюда можно загрузить уже не одну картинку, а до четырех разных картинок, из нее сделать целую композицию. Итак, давайте приступим. Нажимаем Upload to Remage. Итак, давайте в первую картинку мы загрузим. Например, это будет у нас Deadpool. Здесь вот слева мы видим, подгружается наша картинка. И занимает немного времени. Так, давайте сразу посмотрим, как она будет выглядеть. То есть, все нормально. Голова, ноги, руки попадает. Следующего мы кого загрузим? Это у нас будет Джонни Депп в образе пирата Карибского моря. Так, это нормально. И третью картинку мы загрузим в парк. То есть, и напишем промп, что у нас Джонни Депп идет вместе с Дэдппулом по парку. И посмотрим, что из этого получится. Итак, пишем Дэдпул и Джек Воробей медленно идут по парку. Так, промп мы написали. Далее мы видим, что здесь немного поменялось создание видео. Здесь выбираем режим, какой профессиональный, либо стандартный. Если у вас бесплатная версия, то у вас доступен режим только стандартный. Если стандартный режим, кстати, генерация будет занимать всего 20 монет. В профессиональном 35. Далее. Длина видео либо 5 секунд, либо 10 секунд. Формат либо 16 на 9, это горизонтальный. 9 на 6, 9 на 16 это вертикальный. Это для шоурсов, тиктока, инстаграма. И 1 на 1 квадратный. Но так как видео будем выкладывать на YouTube, то формат у нас 16 на 9. И дальше это количество видео, которое нужно сгенерировать. Ну, соответственно, чем большее количество видео, тем дороже будет. Итак, нажимаем кнопку Generate. Видим, что процесс создания будет занимать аж целых 6 минут. Вот, теперь давайте ради интереса перезайдем в бесплатную версию и сделаем все то же самое, только для бесплатной версии. Выйдем из нашего аккаунта, зайдем в бесплатный аккаунт и посмотрим, сколько тоже самое видео будет создаваться в бесплатной версии. Кстати, довольно-таки странно, почему так произошло, что и в бесплатной версии также 6 минут занимает. Кстати, странно, может это связано с тем, что, как бы, клинк обновился и теперь задержку убрали. Просто раньше нужно было ждать целых 3 часа. Ну, раз такое дело, давайте в бесплатной версии тогда и сделаем другие видео. Итак, удаляем. Делаем другое видео. Так, следующее видео у нас будет, например, Harley Quinn. А вторая фотка у нас будет, ну, такая сгенерированная Барби. И они у нас будут сидеть на пляжу. Загружаем пляж. Теперь давайте напишем промпт. Это у нас кто? Harley Quinn. Я пользуюсь переводчиком промпт. Вы можете также его себе скачать, у кого плохо с английским. Написал, что сидят на пляжу друг напротив друга, лицом к камере. Копируем этот промпт. И вставляем его. Harley Quinn and Barbie. Harley Quinn. Так, Professional. 5 секунд. Горизонтальный. Нажимаем генерацию. А, вот, видим, что в бесплатной версии нельзя на поток загрузить еще одно видео. То есть нужно дождаться, когда закончится генерация первого видео. И после этого только сможем загрузиться. А пока генерируется наше видео, я хочу вам сказать, что у меня есть ссылка на классный VPN-сервис. По ссылке снизу вы можете пройти по нему, подключиться. Также есть промокод на дополнительную скидку. Чем хорош этот сервис? С тем, что на рынке уже более 10 лет. А также можно настроить данный VPN на роутер, чтобы смотреть VPN YouTube на телевизоре, на ноутбуке, на телефоне, на планшете, на смартфоне. Абсолютно угодно. На чем-либо лично я сам пользуюсь данным VPN-сервисом. Все ссылки снизу в подписании. А у кого есть проблемы с настройкой VPN на роутере, по ссылке сверху вы можете перейти на мое видео и посмотреть, как настроить легко буквально за 5 минут VPN на роутер. Итак, прошло 3 минуты, наше видео готово. Я прям очень сильно удивлен, что в бесплатной версии сейчас видео делается всего 3 минуты. То есть можно вообще реально не покупать платную подписку, просто перезаходить в аккаунт и делать видосы. Но видео вообще балдеж, конечно, жесть. Качество бомба. Супер. Так, давайте посмотрим, скачать можно ли без ватермарки. Да, но вот, к сожалению, здесь есть снизу ватермарка. По ссылке снизу вы, кстати, найдете сервис у меня под видео, как удалить абсолютно бесплатно данную ватермарку. Ну, либо же ее можно просто замазать. Но, как я в прошлом видео рассказывал, поставить свой лейбл, либо чуть-чуть зум увеличить и можно убрать. Давайте сейчас быстро перезайдем в платную версию. Посмотрим, что там получилось. Ну, точно так же все хорошо. Единственное, здесь, если мы сейчас скачаем, уже у нас не будет ватермарки. Вот, скажите честно, какая генерация получилась лучше? Бесплатная версия? Или в платной версии? Ну, как-то в платной версии они, как-то, честно, мне не очень нравится, что они идут. Руки у них как-то в боке. Как-то, честно, мне бесплатная версия даже больше понравилась. Поэтому давайте обратно бесплатную версию перейдем, пока ее не пофиксили. Потому что они реально недавно обновили. Мне кажется, сейчас опять подкрутят, что нужно будет ждать целых 3 часа, чтобы сгенерировать одно видео. Так, пишем Harley Quinn and Barbie. Так, проверяем профессионал. 5 секунд, 16 на 9, генерировать. Так, наше видео готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, единственное, здесь как-то... Ну, как-то, ну, не знаю, не очень понравилось, что у меня картинка как бы была одна, а она что-то изменила ей немного руки-ноги. Но все равно видим, что картинка все равно бомбезная. Даже видим, что на заднем плане, на заднем плане, смотрите, море, движение волны сохраняется. Я считаю, что... Я вообще считаю, что Клинк вообще вышел на новый уровень. То есть, вот здесь вот на данном видео по факту 3 картинки вместе. То есть, задний фон, это у нас лес, парк, 2 персонажа. И они между собой никак не пересекаются. Просто для нейронов, для видео очень часто бывает, что руки с рукой, с ногой все это перемешивается. И получается такая некрасивая картинка. А здесь все четко идет. Причем камера удаляется. И видим, что картинка дорисовывает предметы. Здесь вот у нас, конечно, движения как такового нет. Но здесь у нас видим движение пальм на заднем плане. Видим, да, что пальмы колышутся. Здесь волны идут. Здесь единственное, я не понял, почему Харли Квинда с Барби решили друг другу целоваться. Ну, это, наверное, самое то и как его. Ну, не знаю. Но как бы вот здесь вот мне, честно, не очень понравилась сама картинка. Как-то поза у Барби какая-то не такая, какую я планировал. Давайте немного изменим промт. Ну, давайте напишем, что они целовались. Я просто смотрю по видео, они уже поцеловаться захотели. Все, я напишу друг напротив друга лицом камеры. И целуются. Но единственное минус, все-таки, какой большой у бесплатной версии, здесь нельзя на поток загрузить. В платной версии можно потоком хоть 150 видео одно за одним загрузить и монтировать. Кстати, в программе Hi-Lo в потоке можно 3 видео даже бесплатной версии делать. А кому, кстати, интересно сравнение нейросетей, в прошлом видео как раз я делал сравнение нейросетей Клинк, Дримфейс, Пика, Hi-Lo и Ранавей. Единственное, Ранавей я не смог полностью сделать. У меня была проблема с генерацией видео. Почему-то при перезаходе бесплатные токи на меня не начислялись. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста и людям с расстройством психики, пожалуйста, удалитесь от экрана. Уже неплохо, намного, намного лучше. Осталось наложить спецэффекты, музыку, аудио и все будет чики-пики. Так, давайте, наверное, теперь качество поменяем с профессионального на стандартное, чтобы у нас генерация занимала 20 монет. Заодно посмотрим, какое качество будет, и тогда у меня получится сделать еще 3 ролика. Также оставляем 5 секунд, горизонтальное видео и одно видео называем Generate. Кстати, посмотрим, сколько времени еще будет занимать генерация. О, даже еще быстрее, 3 минуты. То видео занимало, по-моему, 6 или 7 минут, а это видео всего 3 минуты. Бля, вообще четко. Это в версии стандартной за 20 монет всего. А, ну вот, я уже вижу, почему она стоит так дешево. Если смотреть вот так вот, ну как бы не приближая, то картинка плюс-минус нормальная. Но если мы будем снимать это на YouTube, на широкоформатный режим, вот смотри, сейчас я увеличу. И смотрите, какая нечеткая сразу картинка. Если задний план еще нормально, деревья, скамейки, все прорисовывается хорошо. Но, как видим, например, у Шрека лицо вообще смазанное, ну прям тяжело его разглядеть. У Халка еще плюс-минус нормально, но тоже плохо. Как бы все тело, там, мышцы, мускулы, все, ноги нормально. А вот лицо, да, поплыло. Поэтому вот эти стандартное качество и 20 монеток все-таки решают. Ну, сделаем в стандартном качестве. Я думаю, ничего страшного. Дабы, чтобы вам показать, и вы имели представление, на чем можно экономить и на чем нельзя. Так, давайте немного будем усложнять нам задачу. Загрузим реального человека. Это Дайнерис, Буря Рожденная. И будет она вместе с драконом. И будут они идти по... Так, что-то у меня тут какие-то картинки вставляются. По городу. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, и видим, что у нас как-то дракон уложился на Дайнерис, да? Ну, в принципе, прикольно получилось. Я нажал повторную генерацию. Давайте посмотрим, что изменилось. Так, ну и, к сожалению, почему-то ничего не поменялось. Еще и здесь, как видим, искусственный интеллект решил дорисовать вместо асфальта землю. И на заднем плане люди откуда-то появились. Хотя я в промке, точнее в картинке изначально никаких людей не было. Так, поменяли наш Google аккаунт. Видим, значит, у нас 131 монетка. Это тоже бесплатный. Ну, теперь давайте, самая сложная задача у нас здесь будет. Здесь у нас будет два живых персонажа. Я думаю, все вы знаете, кто это такие. Так, а теперь нужно придумать промт. Промт такой, что у нас еще YouTube не забанил. Что они будут делать? Ну, давайте, целоваться они не будут. Просто обнимутся. Два человека дружески обнимаются и радуются. Это нормально будет. И напоследок я хотел записать последнее видео. Конечно же, с собой. Итак, я загрузил, получается, вот такая фотография. Сами знаете, с кем. Выбрал свою самую лучшую фотографию. Это я первый раз нашел гриб. А я должен на заднем плане стоять с грибом. Посмотрим, что из этого получилось. Тут, если честно, какая-то ерунда получилась. Получилось то, что у меня гриб забрали и Трамп с Зеленским ругаются. Ну, в общем, как-то и на меня не похоже. Попробовал сделать повторную генерацию. И, ну, тут тоже какой-то бред получается. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok